салют френд лента с вами бессменный как кризис я лютый холод в киеве которого не спасает даже офигенный обогреватель эти который нужно повернуть меня больше и срачики я достаю из широких штанин так сказать жемчужину своей коллекции их у меня очень мало вот настолько любимых забористых холиваров но этот просто во первых и про немцев и про евреев и про иванатство и про даже дворяны дворяне сюда примешались он просто великолепен в моей топ-10 и у нас на сцене ребята которые играют по фильму операция валькирия и приплетают к операции к фильму чуть-чуть истории мало очень мало история для них это что-то страшное и кин известная белоплащивая просто со всех сторон сверкающая своей своим белым плащом кин антислэшер про коммунист анти дворянство у нее очень много в анамнезе всякого разного вы оцените немного позже когда начну читать всю прелесть этого человека но на стороне фрицев я буду называть этот холивар фрицы против кин на стороне фрицев в прошлом девятый назгул пресвятой девы марии когда я узнал этот любопытный факт я узнал после того как я приобщился к холивару я долго размышлял с какого хера у девы марии есть назгулы но это все мелочи на самом деле возглавляющий араву фрицев личность очень 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 незаурядная со всех сторон ебанашка просто в кубе и и так стартовый пост на самом деле начало этого холивара мы долго со с анонами с холивар форума искали по днявочкам потому что дурацкая тенденция блин сритесь в одном месте какого фига раскидывать по сотне дня вообще какие-то там полупрозрачные намеки что вот где-то там мы поругались а нам блин потом бегай по всем дарикам ищи в общем найден был источник он был просто бодрящим глотком свежего воздуха и так стартовый пост короткий и на самом деле опять таки ничего даже не намекает на то что холивара будет в комментах и звучит он примерно так логика некоторых людей впечатляет ибо выглядит примерно так я ненавижу зиму холод и лед под ногами поэтому не хочу ничего слышать о лете солнышке и теплом море примерно так с моей точки зрения выглядит сравнение нацизма и валькирии как бы две большие разницы что я могу сказать разница в целом есть ну сложно отрицать но то как они там ваш черт что я вам вот это вот задабриваю вас все такое пошли читать и так стартует у нас обсуждение с того что анализ это напряг мозговых и зверин как бы характеризуя оппонентов как дебилов но это классический прием любому срачу итак вагоновожатый фрицев возражает на то что тут ведь и анализировать особо не надо все на поверхности или кого-то до сих пор мундирчики определенного покроя пугают знаете некоторых наверняка пугает ну не знаю и так и так но на самом деле просто вот так вот обрывками читать интересно буду читать все тут все прекрасно возражает так давайте я назвал гонова жатый фризов понятно кто это это девятый нас гол пресвятой девы марии и вот ссылка все равно на архив будет норвенда говорит не старайся понять себе это не дано если человек думать шаблоном он им отчасть через шаблон накурит а еще у людей обида по жизни и благодарность их ведь спасли еще до вов от страшной сахи и злого барина им дали возможность думать читать а еще играть на пианинох ты понимаешь разницу между ломаносовым который который был гениальным ученым крестьянского происхождения и людьми которые научились стихи писать да на пианинох играть а в душе все равно темными и обиженными остались здесь сошлись старт 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 был на веселом роботе в посте в очередном вбросе но как всегда это случается на веселом роботе про чтобы если мне не изменяет память смс к девушек если переиначить это все на манер второй мировой там сошлись фрицы и коммунисты там сошлись дворяне и не дворяне каким образом я не знаю просто сошлись просто взорвались как как цистерна с говном и так дальше нервенда продолжает радовать нас своими первыми они ведь даже не гитлера боятся они сахи боятся любого строя подчеркиваю любого где их саха догонит потому что ему сахи и место да да кому-то на царском троне кому-то на дворянской лужи кому-то с казачьей шашкой воевать а кому-то на сахе пахать увы это на самом деле очень необычный взгляд на историю но хорошо не гитлер ну ладно-ладно-ладно никакой софистики читаем итак во главного жатого фрица все это бесит нервенда заявляет что дворянин крестьянина не поймет это еще в 19 веке умные люди предпоняли итак мы ждем появляется из финн это все еще группа поддержка компания фрицев их на самом деле будет много кин будет одна но нет не пугайтесь не спешите сочувствовать кин она и одна с целой армией справиться и так из финн пишут они зачем бояться надо только понимать почему человек так делает я-то понимаю меня ведь специально этому учили понимать почему человек так делает блин а где этому учат я хочу записаться на курсы чтобы понимать почему люди делают то или иное но потому что видит иную точку зрения и понимает предстоит крайне неприятная перспектива поднимать жопку делать над собой усилия и разбираться разбираться на самом деле очень сложно я людей своей структуре учу именно этом что разбираться сложно хрена этому учить это и так понятно разбираться сложно еще и потому что большинство не понимают во что верят они просто верят помнят и скорбят а ведь это очень опасно потому что любое убеждение должно быть обоснованной на все почему должен быть ответ это присутствует у меньшинства большинство являются не людьми чести а лохами чести как же была права ксения собчак обожаю ее в самом деле возможно ксюша собчак сейчас стала очень популярной в этой вашей россии но для меня это все еще все еще показатель просто пиздеца и вот когда такая ситуация подходит когда возможно твое мировоззрение держащиеся на застрелой жвачке что называется от стейк от стаке на хуй знает что бывает правильно агрессия а ты не веришь что сожгли 6 миллионов евреев за четыре года ты сволочь и безнравственный человек и они катастрофически проговариваются да да проговариваются выдавая себя с головой ты думаешь чего эти тп тебе лаяли марш отсюда посчитай вышеизложенные ответишь сам ну блин вы знаете я я честно я не занимался подсчетом евреев которых сожгли меня тогда даже еще в просто в проекте не было тогда только вот появились мои дедушка с бабушкой они а вторая половина дедушек с бабушкой с бабушками еще даже не появились но как-то блин не знаю они в чем в чем мне нравится ебанутость фрицев они считают что нихрена столько вот евреев и не убили не пережили так пару сотен тысячу максимум и это блять странно но 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 норвенда соглашается вот-вот дело не в евреях таки мою вам сказать что жиды 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 евреи из финн говорит да господи не в евреев и даже не в этом легендарном мыли перчатках дело а дело в том что человек столкнулся с отличной от его точки зрения и испугался о чем избалтнул эти тетеньки они такие забавные как плюшевые увольни мишки с мечами в лапах не страшно но грозненько и трогательно на самом деле это так мило звучит от такой же плюшевой тетеньки увольни мишки с мечами в лапках итак тут вот влезает человек который не участвовал в исходном сраче и ему вагоновожатый фрицев отвечает ситуация собственно такая на сторонней территории я смирился написать что немцы великую мировую а вторую в общем во вторую мировую не зверьё а вполне себе люди и вели себя не хуже остальных сторон на меня в ответ вылили уши от помоев потом часть народа от меня отписалась а потом еще часть народа стала требовать от меня закрывать от них все мои посты по валькирии типа моими оправданиями нацизма они уже сыты по горло но я и задался вопросом как можно поставить в одну линию нацизм и антинацистское сопротивление в общем классика я судя по всему забыл уточнить сошлись на том сторонники того что немцы люди и сторонники того что немцы не люди во вторую мировую на том что вагоновожатый фрицев бил пяткой в грудь что наоборот вот немцы были люди 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 а вот эсеры были мудаки мудаки и изверги и прочее я не могу с ним согласиться точно так же как я не могу согласиться с сторонниками коммунистов и эсеров просто потому что история с другой стороны было полным полно мудаков ну то есть даже сведения полученные от тех же в прошлом оккупированных жителей всех стран разнятся настолько что ну глупо было бы говорить что кто-то один хороший и в белом а кто-то второй мудак и в грязном нет все таки все таки не так и и так вбежавший с вопросом говорит есть такой прекрасный немецкий писатель его зовут эрих мария ремарк он как раз очень хорошо описал другую сторону причем как сопротивление вольно или не вольно то есть людей которым в нацистской германии грозил лагерь или ликвидация так и просто солдат которые воевали на той стороне очень хорошее чтение атмосфера очень хорошо передано при этом ремарк антифашист и он же написал потрясающую повесть искра жизни о концлагере и немцев концлагере в качестве заключенных операция валькирия была действительно антинацистской операции не вижу возможности иного определения на холивар форме все очень мило умилялись тому что вот всячески позиционирующий себя как знаток антифашистских движений вагоновожатый фрисов не читал ремарка ну это никак не характеризует как личность но на самом деле это немного странно но есть какие-то там такие основы которые все всегда читают так бла 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 и тут кин кин появляется наконец-то я дочитал до кин и у нас вопрошают кину вагоновожатого фрица по поводу валькирии еще цитирует его пост видимо из веселого робота по поводу валькирии еще один шикарный наезд был а где они все были раньше не за красивые же глазки они получили генеральские чины стало быть активно поддерживали нацизм а потом увидели что германии капут и решили прикрыть собственные задницы вот за подобные высказывания хочется убивать кин вопрошает а как где они были также цитирует норвенде правого да да кому то на царском троне сидите там бла 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 и вопрошает что в коментах много дворян родословные предъявите пожалуйста мне нравится как кин агрессивно реагирует на дворян просто просто великолепно мне нравится вагоновожатый отвечает где где кто на фронте кто еще где то но это не мешало им запланировать и частично и частично осуществить 42 заговора против гитлера не удался ни один но это другой вопрос черная капелла существовала с 30-х годов это полковник штрафенберг пришел туда позже на самом деле сам по себе ну то есть 42 неудачных заговора против гитлера вы знаете это как то вот странно ну то есть странно как то то ли ребята сильно халтурили только блять то ли у них там неудачников было полным полно я не буду ничего говорить по этому поводу потому что я не изучала эту часть истории мне она не интересна итак кин вопрошает вагоновожатого на каком фронте с кем воевали про 42 заговора против гитлера профессионализм высшей степени на родовольца александра второго с третьей попытки достали и еще три неудачных покушения были одиночными на черная капелла существовала с 30-х годов с нулевым результатом вот чем занимались и какую пользу принесла красная капелла это понятно а эти то что 10 лет делали ну и нарвенда которая вопросила кому предъявлять вам а зачем в плане родословные она отвечает докажите что вы дворянка то вы так лихо делите людей на сословия что любо дорого посмотреть итак вагоновожатый берет вожжи в свои руки и говорит отвечу сперва за нарвенда она казачка из белых казаков если разрешить назову ее фамилию а вот что то вам скажет ну я не знаю знаете вот она казачка ну клево у меня с папаниной стороны тоже есть в казахе и что и что теперь у меня он еще пшеки есть из шляхтичей с маминой стороны что меня это как-то это блин поднимает это что-то вам об этом скажет ну и переход к больной теме теперь по существу штрауфенберг воевал и на восточном фронте и в африканском корпусе где потерял глаз руку и два пальца с другой руки фонтресков на восточном фронте фельдгибель мой персонаж под сталинградом под пол батальона потерял достаточно и знаете ли обвинять в неудачливости людей которые реально делали все что могли рискуя жизнями это как-то совсем нехорошо они же не баклуши били а реально делом занимались но думаю 42 провала это много дел а красная капелла это прокоммунистическая организация так что не знаю какая там польза вы же католичка как вы можете поддерживать коммунистов а вот вот запоминайте вот эти моменты когда они переходят просто вот с одного на другой это великолепно да два оба католики оба истово верующие католики и у всех походу были в анамнезе подселенцы они просто космос для справки если мне не изменяет память красная капелла занималась тем что передо ну это за был кажется отряд разведчиков на вражеской территории поганили фашистам нацистам передавали своим не суть важно какое там какого успеха и какая она там прокоммунистическая или нет но работали ребята неплохо это все что я знаю и так кин парирует какое отношение казаки потомки белых воров татей и крепостных имеют к дворянству и так на больное кин отвечает больным да вполне это срань по моей стране стреляла и моих сограждан убивала тоже мне герои небось пока близ крик шоу так и не думали на гитлера покушаться а как запахло жареным так сразу занялись делом гитлера убить с американцами договариваться но бог не фраер он все видит обожаю я просто я фанатист того какие они католики на заявление обвинять в неудачности людей которые что-то там реально делали каким делом 42 неудачных покушений это я не знаю что за некомпетентность никакие не военные недоучившиеся студенты из народной воли на третьей попытке александра второго грохнули а эти профессиональные военные что что и так этот александр второй приелся я не знаю итак итак на красную капеллу она говорит мать часть учить начинает отсюда дает ссылку красная капелла это больше сотни подпольных групп которые делали реальное дело информацию передавали благодаря которой немцы влупили как следует и идейно там был весь антифашистский спектр от анархистов и христианских демократов до коммунистов и вопрошает а в чем же проблема что католики и коммунисты норвенда там пытается возражать что на дворянство она не претендует но среди ее друзей и знакомых есть потомственные дворяне вы знаете я тоже наблюдал потомственных дворян что-то как-то как-то вообще просто они никак не отличаются от всех остальных вот на данный момент может еще лет 30 назад 20 нет 30 да еще что-то там оставалось и сейчас вообще ничего такого нет и мы пропускаем вот на самом деле не в реально исторических персонажей они играют по фильму операция валькирия ну то есть и не только по причине пребывания господа нашего на небесах а еще и потому что офицер не станет связываться с женщиной ну то есть тут они спалились тем что они играют там лютый слэшик потому что офицеры любят связываться с женщинами если вы понимаете о чем я насчет неудач в покушении а почему красная капелла не достигла в этом удачи видимо этого гада усатого хорошо защищали ну как я не знаю красная капелла блять не организовывала покушение на Гитлера у них был другой спектр работы итак а в чем проблема про католиков и коммунистов а в том фрау что коммунизм осужден папой римских меня так умиляет вот эта вот фрау я все я просто я я балдею с этих чуваков кажись еще бенедиктом пятнадцатым так что или одно или другое выбирайте себе на вкус только учтите что от этого ваша вечность будет зависеть ну вы сами понимаете как я как я просто в восторге Норвенто подгавкивает что ну да для католика быть сторонником коммунизма социализма и прочего что то на уровне ереси если я конечно правильно понимаю но тут ты компетентнее ну ну итак вагоновожатый продолжает просвещать по поводу коммунизма и ереси ну да практически ересь хотя в латинской америке было течение пытающейся скрестить католицизм и коммунизм так называемая теология освобождения натуральная ересь нынешний папа с ней активно боролся в молодости итак Норвенто становится в позу великолепную классический прием я оплачиваю в срачах только одного не понимаю чего ты здесь середичкой что то выясняешь по моему работа с такими людьми задача исключительно священника в этом случае хотя бы какие то шансы есть что что то дойдет это столь прекрасно и тут Кин 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 которая отвлеклась видимо на что то говорит не вопрос вагоновожатым назначайте время и место встречи католики которые забивают стрелки это филидично они еще и комментарии в 30 будут блин выяснять кто кому должен куда приехать и почему именно туда они просто великолепны итак на хорошо поливать грязью благороднейших людей Кин отвечает благороднейшие люди пачками уничтожали гражданское население грабили и морили голодом вся цена их благородству мертвые дети не надо пририсовывать их за спину святому Макселиану коль бы и святой Эдитштайн а также матери Марии так а еще потому что офицер не станет связываться с женщиной ну вот здесь совершенно правильно парируют а женщину слышу совершенно ну то есть правильно там даже ну то есть если у меня ноны на холивар форуме задумывались кадык ли у меня или не кадык то там просто сразу видно что там баба баба причем баба не ухоженная и именно баба не девушка не женщина баба хорошо хоть убрала с аватарок свои фотографии было стрёмно смотреть этот трэд ничто не мешало немецким продолжаем считать кин ничто не мешало немецким офицерам санкционировать уничтожение женщин с детьми и насиловать русских польских белорусских французских и так далее женщин не надо петь сладкие песни о честь этих людей итак на красную капеллу которая не достигла в этом удачи красная капелла не занималась покушениями она занималась разведкой ссылку я дала идите почитайте итак на коммунизм осужден папой римским кин парирует а что у нас вдруг объявился догмат о роли коммунизма дети расскажите отцу Игоря что спасение моей души зависит от симпатии к антифашистскому движению и ненависти к нацизму хотите эксперимент запросто ведь и вопрошает дальше догмат соответствующий не подскажете ли каноническое правило об отлучении коммунистов от причастия и вот вагоновожатый здесь просто сверкает фееризмом и ебантизмом в комментарии своем почему он общается с еретичкой а то что данная еретичка а оскорбила близких мне людей и я жду от нее извинений вы знаете участники операции Валькирия должны у себя в гробу блин вертеться как центрифуга по меньшей мере близкие мне люди твою мать ну просто я не знаю как как люди до сих пор могут такое писать черт возьми думать такое близкие мне люди и б возможно не осознает что находится в ереси тогда мой долг как католика помочь сестре поверь и осознать истину мне интересно как в ее голове вот в голове вагоновожатого фрица укладывается играть богомерзкий слэшик называть себя мужчиной и выдавать себя за мужчину и вера честное слово у меня есть персонаж по крайней мере долгое время был католический священник так вот я вам скажу у меня этот персонаж просто лукаво пробирается и хочет наставить на пути стены за лучших блять детей господа но мы не мне мы а кин итак вагоновожатый также продолжает давайте встретимся в костеле конкретно в кафедральном соборе непорочного зачатия пресвятой девы марии перед вечерней месой или после нее в пятницу только напомните мне чтобы я не забыл и вы повторите свои слова перед алтарем господним перед высшим свидетелем концентрация пафоса просто зашкаливает я еще не досчитала даже этот комент заодно готовьтесь предъявить мне доказательства что выше указанный граф штрауфенберг фельгебель фон трескоп и кого там мы еще упоминали пачками уничтожали гражданское население иначе это чистая клевета а уж казательное изнасилование русских билорусских французских женщин штрауфенберг уж точно никого не насиловал у него была жена нина прекрасная женщина и он ей не изменял да блин они там судя по всему все свечку держали кому он изменял то кому нет и да я уверен что эти люди на небесах стоят в одном ряду с максимианом кольбой и терезой бенедиктое от креста the rob так нарвенде пишет кин если папа римский осудил коммунизм то логично что остальные члены католической церкви не должны симпатизировать данному течению за это да не отлучает от причасти но лично я не знаю среди священников, как православных, так и католических, те, кто бы симпатизировал коммунизму и поощрял это в своей пастве. Не смешивайте в одну кучу симпатий к антифашизму и коммунизму. Не все антифашисты коммунисты, к счастью. И лично мне сейчас уже обидно за антифашистское движение, которое вы, возможно, даже случайно не задумавшись, в привлении к этой гадости коммунизму. Прекрасно! Итак, они начинают придираться, кстати, да, есть доказательства, что Штраф Фунберг лично насиловал еврейских женщин. У меня данных нет об этом. Ну, то есть данные, что сейчас его в Германии считают национальным героем. Ну, блин. Ну, такое. Итак. Кин парирует на теологию освобождения. Как все запущено. Теология освобождения живее всех живых. Два главных принципа теологии освобождения. Вопрос об источнике греха и идеи о том, что христиане должны использовать во благо таланты, данные им богом, включающие интеллект и, в частности, науку. Теологи данного направления используют салугию и экономические науки для изучения феномена бедности. Считаю, что бедность является источником греха. А Иоанн Павел и Бенедикт боролись с крайними левыми, которые прикрывают свой терроризм идеями и теологии освобождения. Например, Сендар и Длюминос. Догматическая теология освобождения даже с большого бодуна не похожа на ересь. На то, что данная еретичка Кин рубит к отцу Игорю, когда идем. И на заявление оскорбила близких мне людей парирует. За моего деда, которому под старинок рядом много упокалечиваю, извинения будут, разве ж вы взялись говорить от имени этих фашистских вояр. За двоюродного деда, которому осколок в челюсть пришел и чудом не убил, извинения будут. За другого двоюродного деда, который под Белостоком пропал без вести. За его семью, которую даже следов не нашли. Евреи же там все местечко опустело. Вагоновожатый упирается и говорит, что не идут они к отцу Игорю, а в кафедрал они идут. Ибо он попутно хочет еще исповедоваться, а его исповедник там. И территориально ближе и удобнее. Погодите, ему должны в лесу повторить оскорбления так называемых близких ему людей. Че ты выебываешься? Ну ладно, это еще было в августе. Продолжает он. Я сочувствую вашим дедам и прадедам. Но у вас есть доказательства, что их покалечил именно Штрауфенберг или его люди? Или еще кто-то из участников Валькирии? Нет? Значит, не смейте клеветать. Ну, тут, знаете, такая двойственная вообще позиция на самом деле. Но у них же нет доказательств прямых, что... Они не убили такие этих людей. И нет доказательств, что убили такие этих людей. Следовательно, и та, и другая стороны ебланы, у которых нет доказательств. Все, что можно сказать об этом. Мир, пардон. Я так люблю этот срач, что мне нужно закурить. Это мне почему-то кажется, что большинство из тех, кто будет смотреть этот обзор, ни хрена не поймут. Ну, то есть не поймут, почему он мне так нравится. Но, упс, 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 бывает, бывает. Кин возражает, а ребенка из садика будет забирать Святой Дух? Нет уж, давайте в воскресенье в Людовике. Я договорюсь с отцом Игорем, чтобы он уделил нам некоторое время. Дальше, на... Заодно, готовьтесь приявить мне доказательства. Кин вопрошает, а что они его защищали? Экая новость. Итак, дальше... Татвай, Гиля. Итак, если Папа Римский осудил коммунизм, на это кин парирует, как все запущено. Папы Римские на протяжении истории церкви осуждали чтение писания мирянами, перевод писания и богослужение национальные языки, женское образование, участие женщин в общественной жизни, всеобщее равное избирательное право, демократия, совместные трапезы с июреми, обращение к еврейским врачам, публичные выступления, певиз, женские брюки и еще много чего. И, и, и дальше... На приравнивание антифашизма к коммунизму как гадости. Кин говорит, вернее, пишет, что вы знаете о коммунизме, чтобы так на него поплевывать. Не хотите поблагодарить... Блин. Не хотите поблагодарить коммунизмом за свою политическую и экономическую свободу, грамотность, высшее образование и право на труд? И так, настаивает, что все-таки они идут к отцу Игорю, потому что вагоновожатому удобнее, а ей нет, потому что вагоновожатый не обременен с семьей такими обязательствами, как я, так что выбор за, типа, за ней. Дальше Кин продолжает рубить. Под Сталинградом был виновен, на Восточном фронте был виновен. И нерядовым замечу, высокопоставленным офицером. Планировал, приказывал, значит, несет ответственность. Вагоновожатый все еще пытается отвертеться. Выходные меня в Москве не будет. И вообще, в будни меня поймать гораздо проще. А в костюм мне все равно надо. Вы где территориально живете и во сколько забираете ребенка? Я таки настаиваю, чтобы разговор был перед алтарем, а не где-нибудь на улице или в кафе. Какие слова повторять? А то, что вы считаете фон Штрауфенберга и компанию сранью, убийцами вашей родни и так далее. Только дерзнете ли перед алтарем, перед богом? Я обожаю, как они накручивают пафос. Просто, боженька, я думаю, там просто усыкался. Пока наблюдал за этими дебилами. Если он, конечно, за ними наблюдал, если ему больше делать нечего. Итак, продолжает стоять в белом вагоновожатый. Вы ничего не знаете ни о моих обязательствах, ни о моем здоровье, так что не судите. В Сен-Луи днем с огнем не сыщусь исповедника, чтобы перед мессой исповедаться. А мне исповедаться надо. А кататься несколько раз я не могу физически. К тому же воскресенье для меня отпадает. Причем отпадает железно. Сейчас до отпуска у меня расписано мероприятие, потом отпуск, потом еще разъезды. А с октября начинаются репетиции мюзикла. Именно по воскресеньям. Может быть, как-либо со скрипом удастся выкроить в субботу. То есть, блин, чувак, ты призываешь кого-то сказать тебе какую-то хрень в лицо перед алтарем. Но при этом так пытаешься съехать со встречи, что просто пиздец. Дальше вклиниваются какие-то левые люди. Призывают не судить, да не судимыми быть. Но это неинтересно. Мы ждем, пока Кин вернется в тренд. И у нас, и у нас, и у нас. У нас тут просто какой-то странный треп странных людей, которые никак не касаются самого Холивара. Просто там сидят, чешут языками. И некая дева врывается в тренд и обращается к Кин. А по-моему, у вас в голове смешалось все, что можно. Одно дело осуждать политический режим, который привел к ужасным последствиям. Но совсем другое осуждать людей, которым выпала доля жить в это время. И которые всерьез пытались что-то изменить. На самом деле, много народу там вообще жило в то время. И если они что-то делали, то они что-то делали. И это как-то отразилось на всех остальных. Логично. Это, блин, война, а не пикничок. Пикничок. Кин возвращается в тренд, наконец-то. И говорит. Итак, поскольку желание встретиться, вы сказали вы, выбор места за мной. Место Святой Людовик. Потому что кафедрал от меня на другом конце Москвы и далеко от метро. Время я свободно в будние дни с 11 до 16. В субботу, но может быть, после 15. Исповедоваться вы можете исходить и без меня. Если вам нужен третейский судья, можем обратиться к отцу Игорю и любому другому священнику или монаху. Кого найдем и у кого будет время вникать. Да, кстати, не могу не упомянуть о том, что живущему в стеклянном доме не следует бросаться камнями. Это я вот о чем? Вы на исповеде стерпе в каком роде говорите, любезная девица Ангмариэль? Это был... Удар ниже пояса, на самом деле. В холиварах в такое вспоминать это, это, это. Это чертовский подлый трюк. Итак, благонавожатый отвечает, мне вообще не нужен третейский судья. Мне нужно, чтобы вы повторили некоторые вещи перед Богом. Блин, а как... Ну, то есть, вот я недавно смотрел стендап комика, правда, не помню, который... А, Джорджа Карлина. И он говорит, блин, а зачем, зачем при входе в церковь снимать шляпу, чтобы почтить Господа? Если вы говорите, что Господь всегда с нами. Зачем им ходить именно в кафедрал, чтобы повторить что-то перед Богом? По-моему, они какие-то странные католики, нет? Ну, я не знаю, по крайней мере, в моей голове укладывается то, что если ты веришь в Бога, то он везде. Ну, ладно. В кафедрале в этом плане удобнее, там аутарь с Евхаристией расположен не по центру, так что мы не привлечем к постороннему вниманию. Касательно исповеди, это касается меня и исповедника, разглашать не обязан. В принципе, как вы видите, мне все равно, в каком роде меня называют. Я же еще и цивильной жизнью живу. Вот отжившие свои ники употреблять не советую, и совсем не по половой причине, а рот обращение мне по большому армейскому барабану. И да, не могу не напомнить, что это вы мне сказали и назначить время-место, стало быть, я и назначать буду. Итак, и так. Кин отвечает, еще раз русским языком, я не поеду в кафедрал, потому что мне далеко и неудобно, потому что там далеко от метро, идти придется пешком, а я не могу. Я вам вас уверяю, мне совершенно без разницы, где повторять то, что я думаю о героях вашего романа, в сети, на улице, в церкви, перед алтурем, перед статуей Девы Марии, в сортире ДК Маяк и так далее. Вы хотели, чтобы я вам это сказала в лицо? Ну так давайте сюда в лицо. Или вы думаете, что Бог сидит на алтаре и за пределами церкви ничего не видит и не слышит? Вагоновожатый отвечает, ладно, почему бы не пойти навстречу человеку старше себя? Ну тогда на следующей неделе уже, сейчас мне дали заказ на перевод на английский, строительная тематика, тут еще ужас. Кому-ка, блядь, кому ебет, что тебя там дали на заказ? То есть, что это за... Плоские отмазки. Утром гарантированно не встану, в районе 16.00 могу попробовать. Вот это пиздец, чувак занят. Все у него расписано, но утром он гарантированно не встанет. Ну, тут собрался весь-весь-весь-весь-весь состав фрицев. И вот мне нравится, они все начинают обращаться к кинфрау. Это, вы знаете, ну на самом деле это уместно, точно так же, как и там отыгрыши в звездочках или в бэкслэшах, это все уместно на своей территории между своими, те, которые понимают. Появляться, когда, ну, появляется посторонний и продолжать вот такую вот полуролевую общаду, это фу, ну блин. Это некрасиво по отношению к собеседнику. Да, понятно, у вас тут срач, вы не уважаете оппонента, но все равно. Не знаю, я придерживаюсь сетевого этикета. Так, мы продолжаем искать, где же все еще относится к нашему срачку. Мы, кстати, почти дочитали тред. И у нас скин, по-моему, ушла из треда. Ах, 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 как жаль. Вот появляются ограниченные, зашоренные, излишне эмоциональные, всегда слабо вливают умных и утонченных. Честное слово, я... Нет, я не буду искать фоточку этого генерала, вот просто, блин, утонченный, я не знаю. Если она утонченная, то я вообще не существую. Ну, просто потому, что я не знаю, нет такой степени утонченности, каким буду я. В треде появляется еще одна великолепная дева, Канофинвая, которая знаменита в токен-фандоме, как идейная соратница, если мне не изменяет память, Юленький Понедельник. Ну, я всегда говорю. А, подождите, что это? Потом и в топы, потом и в топы. Канофинвая пишет, вот-вот, посмотришь на такое, забудешь, что женщин бить нельзя. И Кин врывается обратно в тред, потрясая, потрясая, я не знаю, горячими трусами. Вторая женщина в этом тредике считает себя мужчиной с этим убогим кодексом наперевес. Девочки, бить нельзя людей, как таковых, независимо от того, женщины они или мужчины. А уж если ей бьешь, то там другие градации, сильные, слабые, умелые, беспомощные, независимо от пола. Канофинвая парирует бабушкам, мы не девочки. Стремные тетеньки, я б сказал. Или как иначе, стремные тетеньки. Вагоновая жертва напоминает, что договаривались мы, что это вы мне повторите в лесу все, что наговорили о Штрауфенберге, парне с телефоном и прочих личностях, о том, чтобы мы повторили вам, что-то разговора не шло. Иначе мне придется созывать изрядную прорыву народа, в том числе живущих далеко от Москвы. Ну что, Кин говорит, Катя, чтобы быть... Это Канофинвый. Катя, чтобы быть мужчиной, вам надо сменить первичные и вторичные половые признаки. Говорить о себе в мужском роде недостаточно. Ну тут я не могу с этим поспорить, но тут вот-вот-вот... Кин говорит... И Кин говорит вагоновожатому, что мы совместим, чтобы два раза не вставать. Другие люди хрен с ними, включая вашу подругу Норвенда. Но вы мне всю эту чушь повторите. Заявление о наличии яиц, пусть даже виртуальных, следует поддерживать делами. Ух! Канофинвый остановится в позу... Разве? А вам никто не говорил, что полит других людей в интернете это не культурно. Сами вы бы оба Катя. А я не давал вам в разрешении называть себя как-то иначе. К тому же вы ошиблись. Я не Катя. И еще вас так сильно волнуют мои половые органы, что я начинаю думать, что вы в меня влюбились, мадам. Нет, я и эру. Это смешно, но вынужден вас огорчить и разбить ваше сердце в дребезги. Я не свободен. Блять, это настолько уныло, и ву! А цвет, это просто... Блять, это просрало все полимеры. Просто просрало все полимеры. Я не знаю. Ну, твою мать! Ну, Катя Финвы! Ну, все знают, что ты Катя. Блять, ты такой ленивый из тех, кто знает хоть что-то о симфандами, не знает, что ты Катя. Именно поэтому тебя называют Катя Финвы. Так слиться, так слиться. Одно разочарование, на самом деле, под конец тренда, потому что они тупо все начинают сливаться. Итак, заметьте, вагоножатый фрисов призывает прекратить обсуждение чужих половых признаков ибо гнусно. Вы знаете, я не знаю, вот, по-моему, обсуждение половых признаков чужих самое приличное в этом тренде, потому что все остальное это ебаный стыд, блять. Вот просто ебаный стыд. Ну, тут врывается потрясая википедии еще один подписчик фрицев. Разницу между полом и гендером знать не. О том, что такое гендерная самоидентификация, о том, что она не всегда совпадает с биологическим полом, не. А уже о том, что мужской род может происходить и вовсе нет определения, я человек равно мужской род, так как человек мужской род тоже нет. Как, как, как это, блять, ну, я не знаю, почему люди до сих пор пытаются этим парировать. Только ленивый не знает, что все эти девочки в миру девочки, блять, и вовсе они себя не позиционируют как обладателей мужского гендера. У них нет, ну, то есть, длительное наблюдение показывает, у них нет никакого расстройства гендерной самоидентификации. Они бабы, которые в интернете как мнят себя не бабами. Потому что это, блять, модно стало в последние лет десять. Ну, блин. Я и то, вон, во времена своей древней юности перестала отнекиваться тем, что у меня гендерная самоидентификация. другая. Напоследок в трене появляется Кин и говорит на заявление Кати Финвы Истерика детекта. Вам никто не говорил, что хамить в интернете это не культурно. Милая барышня, Катя вы или не Катя, это вы будете с паспортом в столбом утрясать. С ними же вы будете утрясать наречие в паспорте буквок F и M. Но громко кричать, что вы не женщина и публиковать свои фотки, на которых ваша половая принадлежность однозначно это непоследовательно. А если вам собственные половые органы так жмут, вам сюда. Ссылка на законодательные акты о смене коррекции пола в России. Что же до меня, то стареющая девочка-мальчика мне неинтересна ни в каком смысле. Так что продолжайте пускать слюни над моей аватаркой и в горном одиночестве. И тут вагоновожатый закрывает наш рассадник прекрасного и пишет «Итак, поскольку изначально поднятая тема давно забыта, обсуждения чужих интимных органов мне неприятны, эта тема закрыта для дальнейших обсуждений. Желающие что-то сказать мне или кому-то поделивают это в личку, но кажется, уже все давно высказано. Фрау Кин касательно встречи тоже можно договариваться через личку. Здоровья вам, ваш плохой парень с телефоном». Вот такую вот чушь я вам зачитал на, черт возьми, дофигища времени. Только что чуть не подпалил себе, блядь, руку. Угольком? Как видите, что-то как-то тухленько вышло. Мне на самом деле в первые три прощения опять-таки это было намного веселее. Ну, возможно, потому что я... Ладно, давайте начнем. Я играл в АУшку по Второй Мировой и хоть какую-то часть матчасти я знаю. Мне с этой стороны интересно. интересен был этот холивар. С другой стороны, мне интересен этот холивар тем, что там, блядь, дерзкие католики, которые забивают стрелки. Это великолепно. Да, словом по себе, всегда прекрасно, как... как... я не знаю, как что... как... хорошо написанная ПВП-шка на 15 тысяч слов одного траха. Ну, то есть... оно прекрасно, чуть менее, чем полностью для меня. Возможно, найдутся такие же ценители, я хочу их увидеть в комментах. Поедем вместе. На этом все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok